Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы вам расскажем о препарате нашей компании под названием Привим, который разработан научно-производственным центром ревитализации здоровья для профилактики атеросклероза. Атеросклероз является широко распространенным заболеванием среди людей экономически развитых стран, как в Европе, так и в Северной Америке. И в настоящее время смертность от последствий атеросклероза вышла на первое место среди причин смертности людей в этих регионах. Однако, мы знаем, что в таких странах, как Япония и Китай, уровень смертности значительно ниже. Скажем, сравнивать Финляндию и Японию, в Финляндии уровень смертности от атеросклероза и его последствий, таких как ишемическая болезнь сердца, инсульты, инфаркты, другие сосудистые катастрофы, в 10 раз ниже. Существует отдельная группа людей, у которых факты развития атеросклероза вообще единичные, очень редки. Изучая эти факты, ученые поняли, что атеросклероз – это не наша неизбежность. И, изучая причины, попытались понять, почему же атеросклероз развивается у людей в развитых странах. Причинами были названы как генетические предрасположенности, так и средовые причины, основной из которых был характер и уровень питания. В настоящее время ученые знают, что атеросклероз – это полиэтиологическое заболевание, то есть оно многофакторно, нужно, чтобы сложилось много причин одновременно, для того, чтобы начала развиваться атеросклеротическая бряжка. Исследование причин развития атеросклероза привело к тому, что ученые разработали факторы риска, то есть те состояния, при которых вероятность развития атеросклероза наиболее велика. Среди них наследственная предрасположенность, возраст и пол, то, на что мы влиять не можем, но также это и такие заболевания, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, метаболический синдром, ну и просто повышение уровня холестерина, глюкозы в крови, повышение уровня артериального давления, высокий индекс массы тела, то есть ожирение, и вредные привычки – курение, алкоголь и другие интоксикации. Среди инициирующих факторов возникновения атеросклероза – это слущивание эндотелии, то есть разрушение эндотелиальных клеток различными вредными воздействиями. Для того, чтобы предотвратить развитие атеросклероза и, как следствие, развитие тяжелых осложнений, был разработан продукт «Привин», в который включили много компонентов именно для того, чтобы закрыть все звенья полиэтиологической вот этой цепи развития атеросклероза. Какие это продукты? Во-первых, это продукт гисперидин. Гисперидин – это полифенол растительного происхождения, основным эффектом воздействия на организм которого является защита сосудистой стенки. Он укрепляет клеточные взаимодействия между эндотелиальными клетками, кроме того, увеличивая отрицательный заряд клеток эндотелия, что увеличивает их устойчивость при различных вредных воздействиях и, соответственно, уменьшает их вслушиваемость и повреждения эндотелия. Элергенин – аминокислота, которая известна в медицине как самый мощный вазодилататор. Она является вазодилататором за счет донации иммунгрупп. Настолько мощная, что в Японии, например, она используется как средство скорой помощи и внутривенно вводится при инфаркте или инсульте для расширения сосудов, для спасения жизни человека. Холин – витаминоподобное вещество, имеющее огромное значение при метаболизме жиров. То есть, утилизация жирных кислот в печени происходит только в присутствии холина. Таким образом, холин нормализует уровень гипопротеинов в крови и снижает уровень холестерина, таким образом тоже защищая сосуд. Витамин ПП или никотиновая кислота защищает микроциркуляцию, защищает капилляры, расширяет их и нормализует микроциркуляцию. Кроме того, она стабилизирует клеточную стенку тромбоцитов и нормализует реологические свойства крови. То есть, тоже убирая турбулентный поток и убирая повреждения эндотелия за счет ударов крови, ударов жидкости. Ну и полифенолы зеленого чая. Зеленый чай известен как мощный антиоксидант. Он ловит активные формы кислорода, убирая их и предотвращая излишнее перекисное окисление липидов от липопротеидов в очаге повреждения, в очаге поврежденного сосуда. Таким образом, комплексное воздействие всех этих веществ оказывает мощное профилактическое действие и не дает шансу атеросклерозу развиться. Мы можем предложить использование прилина как в профилактических целях, так и при усилении каких-то программ при уже развившихся заболеваниях. В профилактических целях, если у человека есть один или два фактора риска, то есть, скажем, возраст старше 40 и какая-то насредственная предрасположенность, скажем, в семье, кто-то уже заболел, ишемическая болезнь, у кого-то был инфаркт или инсульт, это значит, что есть генетическая предрасположенность. Человек хочет защитить себя от такого страшного заболевания, он может принимать привин профилактически один-два раза в год курсами по три-четыре недели по месяцу, а по одной таблетке два раза в день. Небольшая дозировка. Если у человека уже есть два и более факторов риска, например, развилась артериальная гипертензия, или есть сахарный диабет, или есть ожирение и какая-то вредная привычка, например, курение. Также, если это женщины, которые принимают гормональные контрацептивы, то в этой ситуации можно использовать привин постоянно по схеме месяц-через месяц, одна-две капсулы, два-три раза в день, и так месяц принимаем, месяц приема, месяц перерыва и месяц приема, либо до исчезновения фактора риска, либо пожизненно. И если возникают какие-то острые состояния, неострые потребности в высоких дозировках, то можно увеличивать количество приемов приема до 6 капсул в день на 2-3 недели. Такой эффективный, хороший для профилактики и поддержания нашего здоровья продукт, мы его разработали для вас. Пожалуйста, применяйте его и будьте здоровы. Благодарим за внимание. Всего хорошего. Продолжение следует...